Мила пришла. Мила, мы пойдем к доктору. А это ты что ли вытащила все свои тарелки? Ой, дождик идет. Все свои тарелки у нее тут хозяева дали. Молочко и кусочки лепешки. На, будешь? Я тебе отдельно положу. Ну вот, после педы гриппала и молочко зашло. Так, ну ладно. У нас сейчас минут 15 назад хозяин стучится в дверь. Дождь, говорит, идет. И все наши полотенца, что мы сушили, несет в охапке. Такой внимательный. Я зонтик взяла. Он так, крапает слегка. Не так, чтобы уж сильно. Саша сказала, будет ждать меня там на площади попьет чай. И мы пойдем к врачу сдаваться тибетским докторам. Как мне все-таки понравилось. Зашло мне их лечение. Ну откуда капает-то, я не понимаю. Посмотрите, еще ничего там нет. Собачка без ножки. Вот. Они меня знают. Я их не знаю. А он так у меня увидел. Показывает. Твой, да. Royal Life. Твой принц-то тут. Где мой принц? Здесь мой принц. Это его сад. А вот твоя принцесса. Your Mahara не камин. Добро пожаловать. Вот это дорогой отель. Мы его проверяли несколько лет назад. Тут всякие эти болливудские артисты останавливались со своими пьяными подружками. У них там было весело. Ой, как хэппи, да? У меня зонтик есть. I took Amrela. Хороший какой вид. How did you find this place? А, Чайвала сказал ему. Это место уютненько. И вид хороший. Good view. У них тоже тут розовые кусты выросли. Ну, хорошо, уютненько. Мне вообще все эти места тут очень нравятся. Все такое по-тибетски аутентичное. Ой. Саши говорит, что надо утром сюда прийти поесть омлета. А, что это? Поехали. А, что это? И все. Это не будет. Время. ПОЕХАЛАНСИЯ! Субтитры делал DimaTorzok Здесь врачи-монахи ставят диагноз по пульсу и выписывают кругленькие тибетские пилюли из трав. Очень хорошо помогает. Вот после обеда очень хорошо. Пусто и никого. Да, сейчас отдышусь. В гору же поднимался. Мне их лечение очень зашло, скажу я вам. Я болела с 13 февраля. Практически 2 месяца. Я пропила и антибиотики 2 раза по совету доктора. Я пропила бисептол. Сама себе назначила. Но все равно у меня болели легкие. Я все время кашляла. В общем, мне было плохо. А здесь вот за неделю все прошло от этих пилюль. Хотя я сюда вообще приехала с температурой под 40. Вот. Так что лично мне это заходит. И очень многим заходит. Сейчас я достану. I will take my paper. Сейчас я вам покажу, как они пишут. Как наши врачи. Они все в каком-то сговоре вселенском. Вот это рецепт. Все буквы одинаковые. Да, пошли. Ага. Чего? Чего? Это я. Я понимаю. Вот к этому мы врачу ходили. Доктор Тензин Ладон. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, что смогла. Я повспоминала. Все, что мне надо. Она мне сама говорит. А еще у тебя болит голова. Иногда. Ну, как бы часто. Я говорю, да, случается. Вот. В общем, она мне полностью. Сейчас на 15 дней выписала капсулы. Проверила тоже давление. Тоже сказала. Сейчас повышено. А у Саши вообще прекрасно. За неделю, что он пил эти порошки. Мне, по-моему, 475. Ему тоже чего-то выписали. Так, я так поняла, что на 700. 700 с чем-то. Она сказала, дадут тоже капсулу еще. Ее надо через 5 дней пить капсулы черненькие. Потом будет капсула цветная. На пятый день не пить черненькие капсулы. И не есть ничего не вегетарианского. Даже яйца в этот один день. 7-7? 7-7, баба. Ага. 7-7, 7-7. Окей. This one morning. Morning before. Утром до завтрака. До завтрака, хорошо. Одна пилюля. Одна пилюля. После обед. После обед. This to chelestine, окей? Один день А. Один день А. Четыре пилюли. Один день Б. Четыре пилюли. После ужина. После ужина одна пилюля. Одна пилюля. Окей? And pink? 5 дней after 1. 5 дней. 6-day morning this. Так. 6-ое утро. 6 morning this. Nothing from this. Ah, madam, madam, doctor. Да, ага. На парке. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Пилюля. Окей? Ага. 6-day morning. Да. One pill this. Утром, да. Одна пилюля. Хорошо. Одна пилюля. One day struck this. All medicine. И все-все таблетки перестать пить. Окей. Then after 1, 2, 3, 4, 5. Окей? Да. Then after 6-day morning. One. Morning before. Before breakfast. Утром до завтрака. Утром до завтрака. Ааа. Ой, very good speaking Russian. По-русски. Even, even doctor tell, 6-day, this day, not eat eggs. No meat. Better no meat. No, number 6-day. I understand. 5-day, I can eat eggs. Yeah, yeah. Hello, madam. Да, да. That time do not take other medicine, okay? One day struck. Да, да, да. I understand, yes. Only one person. I understand, yes. Last time we did same. Thank you. No, this is... I know. After 8-day morning, 1,35-1,40. Very good. Ой, ну все, хорошо. Замечательно. Если бы я здесь жила, я бы здесь лечилась целыми днями, 365 дней в году, я бы у них в клинике что-нибудь себе-то прописывала. Правильно? Ну, люди, кстати, так и делают. Как мне говорили наши знакомые, мы, говорит, приезжаем, мы набираем этих пилюль на год. В общем, немногие хвалили эти клиники. Есть еще в Дели, в Маджнукатила есть такой тибетский район. И там точно такой же есть институт астрологии и медицины. И тоже там монахи по пульсу ставят себе диагноз. Мне в комментариях написали, мне понравился один комментарий, когда там, в общем, люди говорили, что это шарлатанство, все такое. А один молодой человек написал, что... А вот как, допустим, механик, который разбирается в машине, он постук, он слушает, как звучит мотор, и он может сказать, ага, вот эта проблема, вот эта проблема, вот эта. Это действительно просто надо знать все части тела машины или тела человека. И знать, как они работают. Там у них столько своих заморочек. Вот. А что, Саша, пошел куда? А-а-а. Мы же покупаем, знаете, что? А что это такое? Масала. Мэджик. Да, да, да. Мы в чайнике, вечером мы пьем молоко и в чайнике кипятим его. А там он, это, подгорает слегка. И потом очень трудно отмыть чайник. А что это такое? Может, мне это надо? Изи тукук. Мюкит. Что же это такое? Семьдесят рупий. Панир. А это, наверное, масала всяческая. Ты куда-нибудь иди, что-нибудь попей. Так, восемьдесят восемь. Сейчас, папа, а я поглазею. Мне хочется же посмотреть, что тут есть. Так, сун вечкап. Ну, до суп. Я не знаю, ну что, почем. А, это корейская. Я хотела сказать, в Индии же везде цены проставлены. Что за сложности. Соленый пенат. Арахис. Мне, кстати, знаете, что мне очень что-то не понравилось это оливковое масло. Вот оно вот такое было. Такое пчеление, что как будто оно какое-то поддельное. Надо было в железной банке покупать. Вот. Тут летели индийские продукты. Написано. Восемьдесят девять рупий. Доллар. Вот такой майонез. Спагетти паста. 150 рупий. Суджи. Суджи из манки, кажется. Стоит 10 рупий всего такая. Вот такой вот бомж пакет. 12 рупий стоит. А это фирма Патанджали Баба Рандева. Из ата. Из цельнозерновой муки. Тоже 10 рупий стоит. Вот не знаю, попробовать такую масло. Смесь маги масала. Ну, специи всякие. Понравится или не понравится. Или вот такую лучше. Я же варю в чайнике-то свои супчики. Смотрите, вот есть на лазанью. Пласты. Ну, здесь мне негде готовить лазанью. Чиз. 419. Упаковка из двух. Такая дорогая. Чиз слайс. А вот такой ординарный. А вот такой ординарный. 165. Заинтриговал. Своей дороговизной. Так. А этот? 476 грамм. 450. Это 400 грамм. Надо попробовать. Какой-то 80 рупий. Какой-то 95. Саши их так любит. Он так их искал. Это наподобие лактобактерии. Он все время их в Японии, когда жил, пил. А когда мы были в Таиланде, мы тоже в 7-11, мы нашли эти штучки. И он мне говорит, вот там поищи, там поищи. Я поискала, не нашла. Говорит, ну неужели, не может быть, чтобы не было этих штучек. Сейчас он так обрадуется. Давайте посмотрим, как он обрадуется. Да. Хэппи? Верри хэппи. Я вам расскажу, где я нашел. Не пройтся. Картошечки, чесночки. Чай, джинджер хочет. Имбирь. Просто не брати. Да. Дарлинг. Да. Бай ван. Да. Ну нормально, нормально. Окей, окей. Фомена. Ага. Я же не только луком питаюсь. Я много чем питаюсь. You have? You give? Ага. Десять, да? Такой маленький лучок десять. А побольше такой сильно зеленый, красивый. Двадцать. Я ему говорю, мне нужна пластиковая тарелка. Я люблю пластиковые. Здесь, конечно, есть очень красивые керамические. Мне нужно поглубже. Мы привезли с собой небольшие такие тарелочки. Две пластиковых. В Гуа, наверное, покупали. Но где-то вот здесь, по этой дороге, я видела такие более глубокие. И они такие яркие. С одной стороны была серая, с другой розовая. Не понятно? Нет, нет. Адер. Айсо Адер Шоп. Не знаю в каком, но видела в другом. Где-то вот они, знаете, прямо... Ой. Из окон были видны. Где-то здесь. Обросли уже хозяйством. Но поскольку маленькая комнатка... Мне, кстати, нравится тоже. И это очень нравится. Мне сейчас не надо кучу коробок, как я обычно. Мне надо коробки, мне надо коробки. Мне нужно много коробок. Это моя мебель. Сейчас мне не надо такую мебель. Вот я даже в этот приезд видела. Пошли. Ага. Тен-джин. Хернейм. Даже в этот приезд. Видела. Подожди, папа. Wait. Wait. One moment. I found. Come inside. они такие дороговатенькие были но хорошие мне кажется хорош пластик вот такая и вот такая 295 смотрите вот нежно такая беленькая снежно-розовая внутри и ярко-серая жестоко фиолетовым таким мне кажется это не фиолетовый розовый так это тоже 295 но мне пластиковые нравится что они не тяжелые есть еще есть еще розовое снаружи и белое внутри what do you like better this or this i want to buy one inside pink and outside white inside white outside pink это берем да сейчас я спрошу это для это можно использовать what do you want me we can take two if you want we can take different one for mama one for papa this is possible for a hot soup for hot soup ok да пищевая она we have spoon we don't need spoon вот такие смотрите конвертики можно какие-то открыточки или денежки посылать и где она это купила это мушмула Смотрите, какое огромное натуральное масло написано. Смотрите, какая массивная штучка. Ой, а какие хорошенькие бутылочки. Ну все, останусь подольше. И будет мне тут весело. Буду снимать обзоры магазинов. Смотрите, какие хорошенькие бутылки. Да, вот сейчас здесь одностороннее движение. Поэтому их перекрывают там. Ждут. Вначале эти ждут, пропускают тех. Потом те ждут, пропускают этих. И даже вроде бы и недалеко туда, вверх, в Дарамкот. Но машин навалом. И пешком даже, вот видите, отсюда пешком дойти быстрее, чем вот на машине. Отсюда. Нез Дарамкота, конечно. Мы хотим поздороваться с нашей художницей Тенчжин. Помните, я училась рисовать мандалы? Вот. И вот она здесь. Здесь ее лавочка была. Ташиделек, намасте. Ташиделек, намасте. Ташиделек. Да нет, подожди. Три лет назад он родился маленький ребенок. Нет, нет. Три лет назад. Адер, адер бой, значит, восемь лет. Нет, ему года три должно быть. Я лучше знаю, сколько лет вашему ребенку. Вот такие мандалы. This and this. Is it possible? I will tell you name. This possible, this mandala. Какая? If it is possible, when... If it is time, no problem. When I die, we will have eight million. Eight million? No problem. Сколько, Kitna? One month. Один месяц рисовать вот эту золотую мандалу. Этоnd획? Да, second brand. The same coisa the way it is. Ewa да? Không,ね, нет. This one number. Да. Minzaiga. See this. Minzaiga. The same size. I will tell you. This size? Какого размера будет? 6 size. The size, right? Yantra novograkha. она художница и муж у нее художник и отец у нее художник и это все вот это все ручная работа вот и наши ребята вот светлана из москвы которые парикмахер с александрой они очень хотят мандалу но они даже штампованную хотели а вот у саши такая явилась идея что давай закажем это будет круто вот такие заготовочки она берет учеников я к ней приходила несколько дней подряд и она учила меня до рисовать вот такую мандалу так много немножечко иногда вот и это о такая тонкая работа это так сложно вообще делать я не знаю я урока 34 а может даже пять приходила у нее дорого у нее одно занятие по моему стоило 300 рупи что ли вот но мне это даже мандала дорога тем что это я сама ее нарисовала такая хорошая температура сейчас how much the temperature now может 17 you have idea да 17 18 прохладненько в драмсале 21 но здесь наверное попрохладнее собачка в сумочке маленькая это мама побежала таши делик окей бай 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 красная мандал а это любуюсь вентин джин камин вен виделкам хорошо он нам скажет когда прийти хочет узнать сколько здесь стоит туалетная бумага туалетная бумага в индии дорогая они особо не пользуются сами туалетной бумагой они только водой вот а бумага здесь для иностранцев по большей части некоторые даже не знают зачем она нужна когда вот совсем из глубоких деревень приезжают в ашрам они увидели что саши покупки выкладывает показывает мне туалетную бумагу а здесь всего 40 нормально даже не так уже дорого а это зачем это у нас там районе по 60 саши засмущался говорит ну руки вытирать они о классно такие много dogs здесь очень много собачек много домашних много бездомных ай чем ее шугает здесь шугаться некуда под машину попадешь это морковная халава ну в общем морковная сладость горячая к тому же саши очень любит эту штуку 100 грамм по моему 60 рупи хандрит грамм хау мачхандрит грамм 50 рупий 100 грамм 500 рупий килограмм он вынос еще с песенкой и на то он ее греет он ее греет я говорю ну давай уже морковку то он говорит я ее грею я ее грею с орешками потому что саши я не очень голодная была а куда мне деваться печали и в радость здоровье и болезни в еде и в голоде я должна его поддерживать нелегко но на дом орешки орешки мне а и опять дождь начался капает он видите на так а муж мула у них есть а продавца нету почем есть у них муж мула ладно завтра схожу захотелось понимаешь окея кирки китай петт мани саши уже покупают себе на ужин молоко над этой лавкой такое такое окошечко неужели там кто-то живет ты такой разрушенная вот в белом девочка очень даже красиво смотрится мне написали хотя у меня наряд я себе заказала цвета топленого молока но мне там написали в комментариях типа вы что не знаете что это вдовий наряд вдовий это чисто белая саре все и уже нельзя ставить точку на лоб и красный пробор волосах и одевать украшения но сейчас этому никто не следует только точку не ставят и пробор красную полоску волосах а так даже мама саши когда осталась домой она одевалась нормальную одежду кришна его названная сестра тоже ходит нормальных сарева обычных и браслеты носят я не видела сейчас современных вдов исключительно этот ритуал выполняющих и молодежь с удовольствием носят белый цвет если они с блесками если они с украшениями даже исключительно белая это все нормально вот у нас много за это время мы общались со вдовами индийскими точно также одеваются красивые носят и золотые украшения браслеты и подвески и серьги они себе в этом не отказывают сейчас они уже все современные жизни закончилась раньше да были переборы белые вдовы и все такое и может быть конечно в глубоких деревнях это еще и остается вот уже больших городах этому практически не следует ну все друзья всех обнимаю всех люблю пошли не знаю что пошли поеда пошла монтировать а саши тоже своими бизнесами пошел заниматься мило у нас принимает солнечные ванны съела хозяюшка и молочка налила съела зашло молочку